Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такую вот реку большую Здесь уже как-то я был Года два назад были здесь бобры Но не удавалось мне взять Я был с гладким Сегодня буду с нарезным, с карабином своим Прицел будет Альфа 2 35 ЛТ 308 калибр Можно будет стрелять На том берегу Метров 70 если выползет Здесь есть шанс что мы по светлому У нас можно только в светлое время суток Сейчас на бобра По нашей путевке Светлое время суток Это час после захода солнца Вот у нас сейчас 7 часов заходит солнце Значит до 8 мы можем охотиться А уже в 8 может быть совсем темно Ну я надеюсь что тут пораньше Вылезут бобры Что еще их будет видно И так невооруженным глазом У нас получится интересное видео Компания Armitec Где-то месяц назад мне прислал Этот фонарик Prime Это их новый Prime C2 Pro Max По сути это вот Wizard C2 Pro Max Тоже Переработанный чуть-чуть Рыба гуляет или бобер Стоит другая оптика Ну и ориентирован он вперед А не так как налобник Такое же управление Три основных положения И турборежим На большом аккумуляторе Armitec 2170 5000 На емкости Ну такой вообще Компактный То есть мощный А у него такой Свет Ну то есть Больше утилитарный Я бы сказал Хотя он влазит и в крепление Вот это магнитное На оружие Тоже я думаю что для гладкого ствола Широкий засвет Там на 50 метров Вообще все отлично видно Я стемнеет покажу Ну в общем такой вот фонарик Еще вот стемнеет Посветим и посмотрим Интересный Интересный Заслуживает внимания На как на каждый день Потому что вот визардом Я пользуюсь практически каждый день У меня всегда со мной Ну что сейчас пойдем Вот туда Где нибудь посмотрим Где бобры ползут Ну уже мы видим По той стороне Где примерно есть бобры Ну посидим Подождем темноты Будем тихонечко Благо нету рыбаков Тут вот нигде не видно И я думаю что могут Они сегодня пораньше вылезть И будем стрелять Думаю посидим По костям Здесь вот у нас видно Что прям Кормовой стол А там же вот бобры Видно что туда вылазят Возможно кто-то туда вылезет Может чуть-чуть Отойдем в сторонку Два бобра Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Борю в твой маленький дата Это все равно какой-то мелкий, мне кажется, мелковатый Нам смысл мелкого стрелять не очень, но сейчас может вылезет там Вот там где-то Плюха, в закутке там Какой-то маленький, а может это ума Вот там, да, маленький, да Может из-за патрона была Скажем, что-то брали Это маленькие Маленькие, маленькие стрелять Вот тут же сидел побольше, хотя это большие, здесь же было много больших раньше Блок Вон Субтитры сделал DimaTorzok Он маленький. Ну все, закончилось у нас охотничье время, по бобрам мы не стреляли, потому что мелочевка плавала в сигалетке, можно было добывать, как бы вылазили на берег, но хочется хорошего, потому что там ни мяса, ни струи, ничего там нет еще пока, поэтому будем искать крупного бобра. Сейчас покажу, как фонарик светит, вот этот Prime, вот три основных режима, а нет, тут есть два диода, сначала раз, два, это уже, ну так, если можно где-то в палаточке подсветить. Вот основные режимы, такой минимальный, где-то ходить, что-то делать, его очень надолго хватит, на несколько дней, если так ходить. Потом поярче, еще один основной режим, тут уже такой полноценный фонарь. И турборежим, вот, до вот этих вот камышей, до той стороны реки, где-то 80 метров. В принципе, да, можно даже стрелять спокойно, под гладкий ствол, да и под нарезной, если с оптикой, тоже можно уже стрелять. Ну, за свет, вот, 50 метров, ну, не, не 50, ну, может, метров 30-40, вот на таком расстоянии, ширина луча. Ну, такой, утилитарный фонарик, на все случаи жизни. Попользуемся еще, и, может, на охоту возьму. В общем, буду показывать. По крайней мере, армитековские фонари у меня сейчас в топе. Барракуда. Сейчас Prime этот буду тоже использовать. Wizard, так, вообще. Вот Wizard этот, налобник. Он у меня каждый день. Смотрите, ссылку в описании на все фонари Армитек. У меня скидка по промокоду ЧИВА, 15%. Так что пользуйтесь, кому надо, отличный фонарик. 10 лет гарантии. Короче, пересмотрел я видео с прошлой охоты, да, на компьютере, и увидел, что на самом деле там хорошие были крупные бобры, хотя через объектив камеры, и, ну, в тепловизор непонятно, конечно, размер. Когда он недалеко плавает, там, метров, ну, 15-20, тогда хорошо видно, большой он или маленький. А, конечно, в камеру было не видно. Поэтому, ну, можно было там два штуки добывать спокойно. Уже этой ошибки у меня не будет, потому что я сейчас взял, поставил дневную оптику. Даже думаю, что не буду переставляться, если станет темно, поставлю фонарь, потому что времени немного на самом деле. Тут сегодня-то около часа охоты. У меня на руках три лицензии, мне как бы хочется их закрыть. Я сидел дома, болел все это время, взял путевку на месяц, и вот практически, вот чуть оправился, потом опять что-то началось, вот последнее видео. Вот сейчас уже полегче, сейчас нормально вроде себя чувствую, поэтому приехал поохотиться. Надеюсь, что туда получится, сегодня один, правда. Ну, будем надеяться, что удача нам улыбнется. Так, ну, перебрался, на лодке переплыл. О, наверное, бобра увидел. Вот тащит. Не успел я. Вот там. Ну, сейчас подождем, если на берег вылезет, будем стрелять. Вот тащит там ветку. Вот она валит, ветка по костам. Где-то там бобер. Ага, нырнул. На воде стрелять не буду. Тут ветер, течение может снести. Ну, неплохой вроде бобер. Нырнул. Там нора. Ну, в общем-то, вот. У нас похолодало. Две недели был такой, такая очень плохая, холодная погода. И я смотрю, прям много свежих полазов, следов, тропы такие набитые вот по этому берегу. В общем, я думаю, что начал бобер активно заготавливать себе карманы на зиму. И сегодня такая погода пасмурная. Возможно, он пораньше вылезет. Ну, вот уже, еще до захода солнце где-то полчаса. А уже вылез. Не полчаса, а 20 минут. Ну, все, сейчас, если что, будем стрелять. Вон, в принципе, на берегу видно голова хорошо. Сейчас буду стрелять. Да, вот он сидит. Вот он, врезет палку. Да, я не думаю, что он вылезет больше. Но тут все, можно стрелять. Сейчас чуть отдалю. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Небольшой бобрик. Небольшой бобрик. Совсем мелкий. Так, не тони. Не тони. Мелкий бобрик. Молодняк. Ай! Ну, наверное, не этого года. Так, ну, какой есть, пойдет на мясо. Такая вот ситуация, что, получается, приехал я за большим бобром, а в итоге все равно стрельнул мелкого. Да, в итоге все равно стрельнул мелкого. Ну, честно, мне казалось, что он хороший. Была видна только голова. Все-таки там глубоковато было. И хорошо, что он не ушел. Бит чисто по голове, но все равно бобер, зверь крупный. И даже доходя где-то, может забиться под кусты и уйти. Ну, вот сейчас лицензию закрыл. Одно закрыто. Ну, надеюсь, что еще большой попадется. Хочется крупного. Так, ребята, вот там сидит бобер. Сейчас я буду по нему стрелять, если получится. Прямо под луной. Сейчас мы туда стараемся навестись. Так, есть. Боберчик лежит. Вот, заполняю лицензию. Карабин зачехлил как раз. Тут 10 минут где-то оставалось до темноты. Но сегодня как-то быстро затянуло. Поэтому вот пришлось под фонаря бить. Ну, ура, две лицензии закрыл. У меня еще одна осталась. Может, еще одну возьму. Чтобы сходить на охоту, пока путевка есть. Посмотрим больше. Так, а вот, ребята, и бобрик наш лежит. Сейчас буду его грузить в лодку. Но этот неплохой. Даже очень неплохой. Ну что, ребята, сполим нас. Два бобра сегодняшних. Это молодняк. Ну, конечно, если я знал, что так дальше охота пойдет, я бы его не стрелял. Но, ну, лицензия закрыта. Нежное молодое мясо. И второй бобер. Ребята, я, наверное, таких, таких еще не стрелял. Вы посмотрите, посмотрите на него. Посмотрите на этого бобра. Я его еле держу здесь. Жал, у меня нет весов. Но я таких еще, мне кажется, не бил. Такой огромный, просто капец. Жирнющий. Ну, струя вроде тоже неплохая. Мой рост метр восемьдесят пять. Смотрите, какой бобер. О! О, я не знаю, как вам его показать. Какой он огромный, блин. Какой он огромный. Вот ради сравнения. Молодой лежит бобер. Но он тоже, мне кажется, не этого года. Какой-то у него хвост больно широкий. И это, это вообще здоровенный. Такая вот охота получилась. Блин, так хочется его взвесить, этого бобра. Ну, что, ни капельки не пожалел, что подсыпался в дневной прицел. Протестировал вот этот прайм. Классный фонарь. Можно использовать как на охоте, так и просто ходить светить, потому что засвет очень широкий. Вот я стрелял этого бобра семьдесят метров. Здесь примерно было до него. Отлично было видно. Вообще, просто супер было видно. Не знаю, как в камеру, потому что я сильно не приближал. Думал, ну, может не сфокусируется. И как бы уже в темноте не мог на него зум... Ну, то есть, уже как получилось. Ну, выстрел хороший. В ухо прям попал. Все удалось. По промокоду Чива есть на все армитеки скидка. Так что заходите, пользуйтесь. Классный фонарь. В принципе, как и все остальные, те, что у меня есть, фонарь супер. Светит отлично. Так, а я поеду домой. У меня еще куча работы. Бобры. Надо их еще взвесить. Специально поеду, за весами взвешу. Все, приехал под дом. Взвесил я бобра. Разобрался там с ними. 28 килограмм. А так 28, но это... Это серьезно. Ну, он вообще реально, как какой-то сигалеток кабанчика. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. У меня еще есть одна лицензия. Думаю, еще возьму. Тут еще неделя целая. Успею сходить. Так что будьте подписаны, чтобы ничего не пропустить. Успею сходить.